МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно же есть такое мнение, что когда ты завышаешь планку, то это как-то даже полезно. И если с точки зрения маркетологов это давно такой понятный ход, там выставляют цены повыше, потом снижают их, получают необходимую ту прибыль, на которую было рассчитано, даже производственных вопросов руководители часто ставят какую-то такую мотивационную планку, которая тяжело достижимая, но тем не менее они получают для себя нужный результат. А премию можно не платить. Не достигли же планки. Это про золотую рыбку и старуху у корыта разбитого? Или это про то, что сделать человеку, если хочешь сделать человеку хорошо, сделай сначала плохо, а потом как обычно? Вот, кстати, у этого момента есть две грани. И как раз вот этим вопросом вы их и затронули. Потому что здесь возникает вопрос, как поставить нужную тут самую цель, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не оказаться у разбитого корыта. И это действительно так. И здесь есть два принципиальных момента. Мы будем экспериментировать. Конечно. Я решила много-много подвигаться. Моим ассистентом будет Екатерина, если она сможет сюда зайти. Да, да. Я всегда готова. Зайти. Да, конечно. Прямо наверху? Ну вот куда пол... Наверное, на вторую плану. На вторую? Я могу вообще высоко. Ты даже могла бы лицом камеры садить. Да, да. А мне так неудобно. Она лишь под углом стоит. Так, нормально? Я попрошу подержать. Я все равно выпадаю из плана. Так, да. Подержать так, чтобы Антон мог подпрыгнуть и поставить засечку. Чтобы мог? Чтобы это случилось? Да, да. Хорошо. Смотрите, придется что-то делать. А тебе прыгать зато, а я буду красиво стоять. Антон, я попрошу. Наверное, нужно будет еще повыше даже поднять. Что такое засечка? Да, нужно будет подпрыгнуть и поставить максимальные точки засечку своего прыжка. Да. Куда получится. Ты возьмись за край. За край возьмись. Да так можно и на еще одну подняться. Поднимайся на самый верх. Берись за край. Кто-то проверял это перед экспериментом? Сейчас я проверю. Так, если я упаду, это будет просматриваемое видео. Надо как-то себя мотивировать. Мастимулярный аппарат есть, человек. Ты, главное, не столкни меня в прыжке. Стой просто. На меня не смотри. Ты смотри вперед и думай о том, что тебе надо стоять. Вы бы знали, как шатается стремянка. Это капец. Мы сейчас только это будем делать полчаса. Давай быстрее. Да я готова уже. Ты подними выше, говорю, я так рукой достану. Ты прыгать не хочешь. Ты прыгать не хочешь. Давай. Итак, держите, пока не опускаете, Екатерина. Хорошо. Антон, самое интересное, что... Красота. Психологи проводили эксперименты, они увидели, пока не опускать. Увидели, что человек, который ставит перед собой цель и достигает ее, он может ее еще и пере... Конечно. Да, да. Сейчас мы покажем. Я попрошу для начала... Катя шевелится так. Нет, я попрошу для начала... Это стремянка шевелится, а не Катя. Катя переживает. Подведем все процедуры. Я попрошу для начала сконцентрироваться, закрыть глаза. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Нет, прям закройте, прям закройте. Сделайте ему подлянку поднять выше. Так, ага, вот что-то там делается. Да, да, ага. И открывайте глаза и попробуйте перепрыгнуть эту засечку. Ой, Катя. Может, чуть подальше от себя держи, пожалуйста. Вот так тебе? А то я въеду в стремянку. Ну, давай. Так. Как у тебя с физкультурой было в школе, хорошо? Отлично, хорошо, Екатерина. Выше получилось. Выше получилось. Катя, только аккуратно, аккуратно. Главное, не переживай. Ее, да. Подавальте. Издевается еще. Она хочет программу вести один. Так, все, все, все. Ну, смотри. По местам меняемся обратно. Да. С временку убираем. Вот это вторая, да, была? Вот это твоя? Ну, конечно, это вторая. Да, смотрите, как интересно, да. Мы поставили сначала цели, и человек, что сделал? Антон, Антон, человек прыгнул. И в максимальной точке, согласно поставленной задаче, поставил засечку. Это было действительно сделано на максимуме. Он не ленился, не как-то не принижал, да, свое желание. Вот. А потом мы поставили перед ним цель сделать больше. И самое интересное, да, что я попросила еще Екатерину еще и поднять руку. То есть, получается, мы создали еще дополнительную мотивацию, то, что делают руководители, маркетологи, да, не, как бы, не оповещая человека о том, что ему дважды придется эту цель преодолеть, да, мы перед ним ставим задачи, и он, на самом деле, ее преодолел, потому что, во-первых, он преодолел свою засечку, а, во-вторых, еще и вторую поставленную задачу, да, которую мы сделали искусственно. Это о чем говорит? Это говорит о том, что человек способен делать больше изначально, чем то, что он, ну, достигает, да, а это говорит о чем? О том, что мы можем достигать больше. Здесь вопрос, какие мы перед собой ставим цели. Однако здесь еще есть такой принципиальный момент. Если мы перед человеком поставим слишком большую цель, то есть мы не подняли же ее очень высоко, да, потому что если поставить слишком большую цель, цель, которую человек не может достигнуть, у него теряется мотивация. То есть здесь такой момент, чтобы была соблюдена вот эта вот точка между тем, что мне интересно, потому что это сложно достижимо, потому что мы, на самом деле, развиваемся в той точке, где для нас есть какая-то сложность, но она не слишком сложная, потому что когда слишком сложно, у нас тоже уходит мотивация. Но при движении в сторону к этой цели есть еще один такой момент. Вот в авиации есть такая вот штука. Чтобы долететь от пункта А в пункт УБ, необходимо учитывать много факторов. Ну, например, есть такой фактор, как ветер, который влияет на движение самолетов. И в малой авиации делают даже поправки на ветер, да, при построении маршрута для того, чтобы самолет прилетел в назначенный пункт. Ну, в большой авиации там есть компьютеры, да, которые, собственно говоря, регулируют этот момент на борту самолет. Так вот, если мы говорим о том, что вот самолет вылетел с пункта А в пункт Б, но мы не учитываем поправки на ветер, то, скорее всего, он прилетит вот сюда, в пункт С. А это о чем говорит, если мы говорим про жизнь? Это говорит о том, что вот мы ставим перед собой цель, идем к этой цели. И, а что дальше возникает, когда мы идем к цели? Какие-то еще факторы, которые мы не учли? Конечно, конечно. Это и внутренние страхи, переживания, может быть, отсутствие каких-то знаний, компетенций, которые нам по ходу приходится, да, узнавать. И внешние, конечно, какие-то сложности, которые нам тоже каким-то образом приходится решать. Так вот, когда мы ставим перед собой цель и идем к ней, нужно учитывать, что вот этот ветер и другие факторы, они все равно будут на нас влиять. И мы никогда не придем в чистом виде к пункту Б, но мы можем прийти к С. И здесь возникает вопрос, где этот Б, который мы перед собой поставили, да, и чего мы на самом деле можем достичь. Поэтому, когда человек ставит цель, я рекомендую ставить цель чуть больше, ну, учитывая те факторы, которые мы видели в эксперименте с Антоном, да, плюс, учитывая те сопротивления, которые могут возникнуть, которые все равно немного снизят ту цель, к которой мы идем, но, тем не менее, мы все равно достигнем какой-то цели. И желательно, чтобы это было больше, чем та, которую мы изначально ставим, если мы относимся более адекватно к своим ресурсам. А если человек себе цель занизил изначально, он же ее достиг, обрадовался, он дальше пойдет? Тоже позитивный есть эффект. Здесь есть такой момент, когда мы ставим для себя сильно маленькие цели, мы к ним, мы их, конечно, достигаем. Только вопрос, что мы тратим время, это первое, да, а второе, у нас возникает очень много иллюзий по поводу себя и наших возможностей, что тоже может снижать качество нашей жизни, потому что маленькие цели, которых мы достигаем, да, они же все равно влияют в конечном итоге на то, что мы имеем в своей жизни, да. И, на мой взгляд, лучше поставить цель побольше и к ней двигаться, чтобы будет в большей степени поднимать качество нашей жизни и уровень нашей жизни, чем ставить маленькие цели, да. В общем, принцип «лучшая синица в руках, чем журавль в небе» сегодня Оксана Онищенко разбила в пух и прах, забыли, новый план увидели и стараемся все-таки попасть в нашу точку «Б» любыми ресурсами. Если не получается, каждую неделю смотрим Оксану в эфире и точно получится. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.